Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и это достаточно ностальгический момент, так как это игрушечка, как мы видим, 2005 года, экс-махина, которую, собственно, я наиграл очень много времени, она достаточно эмоциональная, достаточно такая сентиментальная, что ли. Ну, вы узнаете, почему с самого начала игры. Я думаю, то, что тем, кто в неё играл, будет тоже достаточно интересно и приятно взглянуть на это спустя годы. А тем, кто её никогда не видел, хочу сказать, что это прародитель игры Crossout. Ну, насколько я это понимаю, конечно. Ну, ладно, мы начинаем новую игру на средней сложности. Боролся, чтоб не вылетала, но вроде бы всё работает. История не сохранила точных сведений о тёмных временах, наступивших сразу после катастрофы. Доподлинно известно лишь то, что люди выжили в отравленном воздухе благодаря защитным маскам. Это творение неизвестного изобретателя уравняло всех. Тонкая преграда, вставшая на пути неминуемой смерти, стала символом нового человечества. Маски сплотили людей и придали им силы бороться за место под солнцем. Возникли новые поселения вдали от прежних городов, ставших братскими могилами. Постепенно были налажены связи между разрозненными группами выживших. Фермеры, шахтёры, торговцы. Возвращение к простым занятиям пошло только на пользу растерянным людям. Но человек остаётся человеком во все времена. Остались те, кто сохранял мудрость веков, чтобы делиться ею с миром. Были и те, кто предпочёл созиданию разрушения. Вот так вот. Проснулся ли же, Бока? Уже битый час я жду тебя, чтобы сказать кое-что весьма важное. А ты опять спишь, как сурок. И тебе доброе утро. Чего нервничаешь? Ладно, остынь. Вот так. Так, сегодня большой день в твоей жизни. Ты всегда был мне верным подспорьем и многому научился от меня. В общем, я решил, что настало время твоего совершеннолетия. Теперь ты настоящий мужчина и можешь делать всё, что пожелаешь. Даже завести семью. Но лучше, конечно, сперва спросить разрешения. Неужели этот день настал? Я думал, меня будут до старости мариновать на этой ферме. То есть я хотел сказать спасибо огромное, постараюсь оправдать оказанное мне доверие, сэр. Опять ты ёрничаешь. А мне столько надо тебе сказать. Что, прямо сейчас могу сесть и ехать, куда захочу? Ну, если ты так торопишься сесть за руль, то отправляйся в Южный и передай Серго этот пакет. А разговор отложим до твоего приезда. Ура! Я мигом! Бывай, старик! Прям так всё просто, у него быстро, спокойненько и прочее. Нет, нам обучения не нужно. У меня в первую очередь возникает вопрос. Что же нам делать? По какой сюжетной линии идти? За бандитов, вернее, там, где вплетаются бандиты, прям сразу же с самого начала. Или же нормальную, нормальную жизнь молодого парня, молодого водителя, который вот только из семейного гнезда, так сказать, выбрался. Я думаю, что, наверное, нормальную будем играть сюжетку, без сразу вплетания бандитов во все места, во все события и прочее. Всё, чтобы как бы немного отградиться от всякой гадости, которая может происходить. Её и так хватит. Это кривожопый мудила. Кого ты живица-то будешь? Не, если патроны, правда, закончатся? Ну, как знал. Благо, что здесь патроны только в магазине заканчиваются. В общем, по сути, это РПГ. Автомобильная РПГшка. То есть, не просто выехал, помесился, а именно вот прокачиваешь свой автомобиль. Кстати, тут вот где-то... Вот он, наш грузовичок. Он называется Вэн. Не знаю, почему он называется Вэн, но это Вэн. У него можно менять кабины, у него можно менять кузов, у него, может быть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слотов под оружие. Семь. Такой семь, шесть, чувак. Ты что считаешь-то? Шесть. А здесь вообще пять. Короче, пять пушек, может быть, у него. Здесь строчек больше, чем на самом деле есть. А, скорее всего, больше, потому что некоторые еще парные бывают орудия. В общем, потом увидим, если, конечно, это вам интересно. Вот. Ставится улучшение оружия и наш, собственно, кузов. Ну, видите, да, вот кабина, вот кузов. Мы, собственно, едем дальше. У нас задание добраться до города Южный и отдать пакет Серго. Крохотный город, существующий лишь торговлей с заезжими северными купцами. Замечательно. Заканчивается топливо, заканчиваются жизни. При беспечной езде тоже все ломается. Так что достаточно весело и интересно. Правда, очень-очень-очень-очень-очень много езды. Так, стоп. Ага, все работает отлично. Есть гудок, есть фары. Все, что нужно для счастья водителя. И даже стоп-сигналы рабочие. Только задний ход работает. А задний ход не работает. Вот так вот. Все, не сдал техосмотр. Сейчас поживимся. Долго вы будете живиться. Еще кто кем поживится. Я, правда, мышка, кстати, я уже начинаю понимать все более отчетливо, что с такой мышкой играть невозможно. Ну, за неимением другого будем играть на дешевые офисные мышки. Так что он за хрень? Или опять батарейки съели, а я вовремя на себя не забыл. Да вроде все работает. Странно, короче, как-то она себя ведет. Очень-очень своеобразно. И теперь у нас с вами, кстати, вы видели старый троллейбус. Вот как у троллейбуса сейчас у нас колеса стоят. Где он там? Где ты? Ага, вон он. У нас машина выше, чем у него. Нам в него попроще будет попасть. Блин, у меня уже машина вся горит. Хотя еще техническое состояние у нее очень хорошее. Но у меня уже все горит и рядом с пулеметом горит. Но не переживайте, он не взорвется. Да иди, ублюдок. Он сбоку пытается бегать. Подожди, вот он, он здесь. Он за камень, что ли, поднялся? А, вон он. Да ты скотина, картошка и три пулемета. Картошка, кстати, вы удивитесь, но картошка в основном дороже, чем пулемет. Причем, если в городе в этом картохе нет, ее можно за такие бабки продавать, что такой говененький, дешевенький пулемет ты в жизни продаешь за такие деньги, за сколько ты сможешь картошку или дрова продать. Ну, это об этом, как говорится, по ходу пароходом потом увидим. Вот, колеса у нас прям как на троллейбусе. Вспоминаю я времена, когда ездил в школу на троллейбусе. Вот, колеса у него примерно так и стояли. И сейчас, кстати, очень много машинов. Машинов очень много сейчас есть. Блин, жесть. Мазы старые, камазы старые. У них у всех так колеса стоят. Не знаю, что за рукожопый мудак. Конечно, колеса эти устанавливают. Ну, как есть. Просто фишка в том, что там не только гайки и болты прикрутить надо, там еще и уметь центровать надо. Ну, никто на это не заморачивается. И, судя по музыке, вы уже поняли, да, что это за персонаж. Лиса. Ну, или Лиса. Он ее по-разному зовет и Лиса, и Лиса. Добрый день, Юноша есть, минутка. Это вы мне? Я смотрю, вот это кто-то водила. Наверное, все округу исколесил. Мне бы один груз помочь довезти, а я плохо знаю местность. Не съездишь со мной по окрестным деревням? А что, собственно, за груз? Да какая тебе разница? Дельце плевого, я заплачу тебе хорошо. Про себя. Похоже, дело тут не чисто. Стоит ли мне в начале моей карьеры связываться с бандитами? Во век потом не отмоешься? Что-то крепко задумался, согласен? При всем моем уважении вынужден отказаться. С бандитами дел не имею, извините. Какая принципиальность? Ладно, безобидно. Это другого лопуха. Чао. Я, пожалуй, тоже поеду. Пока. Что ты в меня врезаешься-то? Потереться мы можем и без машин, слышь? Охренеть. Потереться и не обдувать. Открывай. Вот, кстати, первый город. Называется Южный. Блин, колеса даже отсюда видно, как крутится. Классно. Ее мы первым делом на рынок. И вот смотрите, у них на рынке только дрова есть. Это закупочная цена, а это цена продажи. За сколько город, за сколько город покупает. Это за сколько он продает, за сколько он покупает. А это что? А это всего у них 7. А у нас картоха. Смотрите, сколько стоит. 231 рубль. Бам. У нас уже 331. 331. Блеск. Вот оружие, кстати. Смотрим. 6248. Классно. Мы должны сюда столько картошки привезти, чтобы купить что-то более-менее стоящее. Что просто пипец. Наш шершень стоит 140. Эти шершень говеные. Ну и кс. Скидываем. Идем в мастерскую починить немного машину. Можно по кусочкам чинить. Даже можно вот таким вот макаром чинить. Частями. Для тех, кто хочет там кредит, не чинят. И кабины, конструкции. Все починить. Давай. Можно еще и заправиться немножко. Кстати, на тему машин. Есть только такая же, как у меня машина продается. Можно покрасить. А еще... А еще можно, например, сменить кузов. Поставить вот такой, предположим. У него... У него есть место под оружие, судя по всему. Потому что появилось... Потому что появилось... Видите, шершень одно, в троте ничего нету. Выбираем, появляется место под оружие. Мало того, что вместительность багажника увеличивается на 4 ячейки. Это очень круто. И стоит он штукарь всего. Ну и плюс можно кабину сменить. То есть кабины, естественно, у нас особо не влияют на количество оружия. Хотя, опять же, в зависимости от кабины, у этой машины вот один пулемет и все. Ну ладно, на этом мы не будем особо сильно заострять внимание пока. Фермер Дик торгует с Серго. Вот он, Серго. Кто у нас здесь? Надеюсь, по делу. Добрый день, вы Серго. Я приехал из Глухова и привез вам этот пакет. Да, это я. А ты, видимо, сын Петра. Совсем уже взрослый. Ездишь в одиночку. Опасные нынче времена совсем бандиты распоясались. Или добрался до Южного двух охранников загубил. Наверное, это будет моя последняя поездка сюда. Это мой первый рейс. Так, что насчет посылки? Прыткий юноша, давай посмотрим. Товар, как всегда, отличный. Держи, это твоя награда за доставку. Спасибо. Вообще-то, я еще и не рассчитывал ни на что. Ну, короче, еще ни на что. Короче, вообще не рассчитывал ни на что. А что фермер Дик нам может предложить? Я вижу, у вас влиятельный знакомый, молодой человек. Не окажете ли вы мне небольшую услугу? Посмотрим. А в чем, собственно, дело? Я случайно застал вашего знакомого Серго, когда был здесь по делам. У меня к нему есть важный разговор, который приведет к взаимовыгодному сотрудничеству, но, к сожалению, у меня нет с собой необходимых документов. Ври проще, что тебе надо? Отвезите меня на бензозаправку, пока Серго еще не отправился на север. Я смогу подготовить необходимые документы и вернусь сюда со своими силами. Поехали, садись, показывай дорогу. Поедем, мужика подбросим. Что там? Жалко, что ли? Сохраняемся. Я говорю, сохраняемся. Вот, все, сохраняемся и поехали. Один километр. Ух ты, нифига. В общем, я не знаю, почему он сказал далеко, А, походу, это не по нашей дороге, походу, это... Оу. Оу-оу-оу, точно, другая заправка. Ну ладно, поехали, съездим. Хочу сразу сказать, то, что на основное задание это никак не повлияет, и события, хоть бы мы сразу поехали туда, вот сразу же, хоть позже, ничего бы не изменилось. так, чувак, мы, наверное, тебя будем сейчас объезжать. Что? Дровишки. Окей, дрова так дрова. Правда, в южном нам дрова совсем невыгодно продавать. В общем, к чему я это завел, эту шарманку про основное задание? К тому, что если вы после этой вторички, ну, конечно же, увидите то, что будет происходить по основному заданию, то есть, где оранжевая стрелочка. Это было бы в любом случае. Хоть мы сейчас 10 вторичек выполним, туда мы приедем, будет то же самое, что если бы мы сразу туда скакнули. А сюда я поехал только для того, чтобы не терять время и сразу какие-то денежки заработать, потому что первая машина будет стоить 6500, а нам надо каким-то макаром накопить, учитывая, что мы постоянно чинимся и заправляемся. Фермер Дик. Да, можно было и побыстрее, мне еще и все бумаги найти надо, подготовить, плати мне деньги и проваливай с машины. Обратно я найду себе другого водила, порасторопнее. Вчера в подворотне, а сегодня здесь, в моей машине. Ишь ты, не нравится ему, что так медленно. Для поездки в моей машине надо быть подготовленным и вообще, мне не нравится твоя розовая курточка и твои... Короче, походу, дело это какой-то... С дороги уйди, чучело. Чучело. 600 почти мы с вами заработали. Ну, ладно. Мудень. Не нравится ему еще, да? Машина наша ему не нравится. Пойди пешком, дойди километр. Хотя, блин, километр. Мне кажется, что здесь вот, судя по нормальному, здесь не километр, здесь все 10. Даже не 10, 5 точно. Здесь расстояние и скорости какие-то, они очень неадекватные. Просто реально неадекватные. Вот я смотрю, машина едет максимум 50. Даже, скорее всего, 40 по факту. Но нам показывают 94. Блин, зелок 94, чтоб разогнался. У меня же он полтинник едет и все, и с него хватит. Ну, 60, ладно, бог с ним. Ну что, нам сюда, домой. Дорога домой. Очень много здесь езды, вот такой вот, очень много. Я не знаю, пока еще не знаю. Я не знаю, пока еще не знаю, но не знаю, в общем, не знаю. Короче, сморозил я, как всегда, какую-нибудь херню. Но, тем не менее, еще пока не решил, может быть, вот эти вот совсем, совсем, совсем затяжные вот эти переезды можно будет вырезать из видоса, чтобы не растягивать. Чтоб в серию можно было побольше событий, так сказать, разозрать. Чтоб в глаз не попал. Он и я, я в воду. А это свой. Хорошо, что мы в него не пальнули. Что там? Картоха. Во, ребята, разживемся. Сейчас картоху сдадим в городе. Картофанчик. Главное, самому его не съесть. Машина у нас уже знатно покоцана, особенно, блин, жопу расстреляли, она наша вся красная. Эта машинка совсем трухлявая, с ней ничего не сделаешь. Она вот такая, какая она есть. Следующая машина классная. А это вот такая. Не мазано сухая, как говорится. Перезарядочка. Обязательно. Пока мы роскошью такой не будем пользоваться. Ремонтироваться. Мы доедем, картошку продадим, потом починимся, да? Я думаю, да. Блин, для 2005 года вполне себе так сносно игрушка-то выглядит. Здесь не стоит не HD, текстур, вообще ничего. Все как было, все как мы любим. Как вернее, ептить. Батя, ты что, костер зажег, что ли? Шашлыки готовишь в честь приезда? Ребята, что там за херня происходит? Отец в возрасте был, газ может забыл закрыть. Да ну, нет. Наверняка шашлык готовит. Твою мать, что здесь еще такое, а? Вот что, значит, нет мобилы. Конец света как-никак. Хорошо, что машины вообще еще есть. Бляха, муха, ты смотри, что творится. Ёптить. Сынок. Вот уже. Отец! Что здесь произошло? Кто это сотворил? Слушай, применитель. Ты мой приемный сын. Возьми это вещи твоего настоящего отца. Найди Бена дрожь себя. Он исследователь. Он помол. Сын, не дай ненависти отравить твою душу. Моя жизнь. Что же мне делать дальше? У меня ведь никого не осталось. И ничего. Но только это письмо. Сын, если ты читаешь это письмо, значит, я не смог вернуться к любому структуру. Я знаю, что Дмитрий отлично справился с этой задачей. Я вижу тебя, такого молодого и полного силы. И сердце моё обливается смысл. Я виню себя за то, что меня не было рядом и это моё страшное наказание. Но знай, что я не мог сомневаться. Передо мной стоит задача цель. Только выполнить задуманное смогу я успокоиться и вновь почувствовать себя человеком. если я значит, я недостой этого письма возле меня. Прости меня. Ты всегда вновь вся раз не раз не Никаких объяснений? Как я могу простить того, кого никогда не знал? Мне больше нечего здесь делать. Я отправлюсь на поиски Бена. Кто бы это ни был. Надеюсь, он поможет мне обрести себя. Вот и тут в южном слышали о нем. Вот такая вот штука приключилась, друзья. Просто тупо приехали домой, а тут деревня вся сожжена, ничего не известно. Все про все у нас единственное, что письмо нам передал, как оказалось, отчим, а не отец. Но если бы мы с той девицей на синей машине бы согласились посодействовать в ее предприятии и помочь заставить ей груз, то по сути нам письма бы никакого не передали. И наш герой бы просто постоянно искал бандитов и мстилов. То есть я решил выбрать вот такую ветку, где наш герой будет искать себя, обретать себя, искать новых людей, чтобы они рассказывали ему где же все-таки отца настоящего найти и прочее. Все как-то более созидательное прохождение, более интересное с точки зрения насыщенности событиями именно такими какими-то добрыми что ли. Потому что за ненавистью мы вон в дум можем сходить. Ты скотина! Таран! Эх, таран что-то не работает. Что тут у вас, ребятишки? Картоха и дрова. Окей. Дрова у них по дешману продаются 70. Пулемет 70. Давай-ка дрова выбросим. А пулемет возьмем. Пулемет будет подороже. Я вот не знаю, может быть речь на максимум выкрутить что ли. Давайте сохранимся сразу. потому что музыка играет. Музыку я и так достаточно тихо сделал по сути. Но голоса перебивает она так нормально. Имена здесь еще такие интересные. Бен Дроссель. Лопнет твой бензобак. Ругательство такое интересное здесь тоже я слышал. Так немножко поспейлерю здесь и белазы будут потом вообще здесь что только не будет. И Уралы и всякие вообще интересные машины. Плюс их все можно апгрейдить вешать на них оружие ракетницы гаубицы блин эти энергооружия все что хочешь минные эти самые как они там господи установщики мин прочие всякие радости жизни. Так это мы с вами уже этот ящик встречали там ничего такого толкового нет. Сейчас мы в южном посмотрим есть ли еще какая-нибудь вторичка чтобы денежку заработать. И двигать надо по ходу дела на север да? Нет пока ничего нам не сказали. а я думал он шашлыки жарит нас встречать с первого рейса а мы похвастались сказали слушай я подвез одного мудака в розовой курточке а он еще денег наплатить не хотел ну а что я вам картофан привез опа опа и пулемет видите почему мы дрова выбросили пулемет до 70 ник уже 1300 хотя можно и дрова продать и я почему то склоняюсь знаете к чему сейчас мы сейчас мы сохранимся край быстро я не быстро я не хочу давай обычное сохранение и купим нормальную жопу к машине кстати и еще один ствол можно будет навесить хороший или плохой или на как это вообще абсолютно опачки 1486 глянь на ржавом борге нету места под оружие на просто борге тоже нету но борг по-моему да нет а чем он лучше так каскад а борг более крепкий борг более крепкий и менее и более крепкий и более тяжелый но места в нем столько же и места под оружие в нем нет но мы я думаю что возьмем обычный каскад у него сопротивление проникающим повреждением нулевое зато от взрывов помогает это энергооружие ну правда здесь энергооружием сейчас никого и нету переметить товары и оружие в старый кузов нет зачем видите этот кузов даже чуть побольше на одну строчечку больше картошки дров влезет ура или можем еще ствол сюда пришпандорить еще один кстати кайф правда я его продал а там ящик лежит еще кстати появился еще слот от подожди по-моему он был либо я туплю либо не было слота под заднее оружие поехали чемоданы соберем которые там валялись на дороге я думаю что это хорошее решение судя по всему пулемет будет на вот этих вот рейках на левом сзади слева рейки эти стоят скорее всего на них будет оружие устанавливаться два пулемета это уже не один мы уже будем нормально так их жарить с двух пулеметов пока один перезаряжается другой будет стрелять пока другой перезаряжается будет еще один стрелять а можно сразу с обоих палить кстати интересная вообще тема а вот на жопе справа видим окрепление под под миноукладчик господи вспомнил миноукладчик ааа время время прошло и все блин ящики ушли хотя ладно давай попробуем негодяев под под это подловить они здесь на повороте постоянно ошиваются как мы помним да ну что где вы там черти блин никого нет спят походу все я думал бандиты по ночам активизироваться должны они спят уроды ай-яй-яй шо ты творишь бандитский мир игры экс-махина если я не ошибаюсь то эта игра еще и хардтрак апокалипс называется вроде как я правда такого названия не встречал никогда может быть это для иностранного потребителя хардтрак апокалипс она называется потому что у нас она всю жизнь называлась экс-махина я кстати не знаю диск у меня даже лежит еще кстати с тех времен блин теперь у нас жопа прочнее чем передок ладно давай рассказывай нам что почем тут хоккей с мячом и поедем мы куда там нам надо можем вторичку какую-нибудь дадут денежки чуть-чуть заработать глянь а на этом на этом кузове даже печка есть может быть это фильтр двигателя туда перенесет да ну не какой фильтр двигателя это печка угольная или дровяная так что там вы мне расскажете жена бармена давайте поможем вечер скрасить жене бармена приветствую тебя путник а если для меня работа бандиты потеряли всякий стыд совершают набеги на нашей территории как к себе на склад ходят надо преподать им хороший урок подстрелить несколько пусть боятся уложишься в условленное время получишь 110 за каждого из них и конечно согласен бармен дрон из глухого на глухое напали все погибли мой отец мы слышали мы соболезнуем всякое случается угощайся за счет заведения спасибо не надо я уезжаю отсюда никто не слышал ничего про бена дросселя или про исследователей нет здесь тебе никто не поможет места у нас богом забыты попытаюсь счастья в восточном там вроде торговые пути сходятся может ты узнаешь чего прощайте я отправляюсь искать свою судьбу вот так мы поедем искать свою судьбу предварительно мы с вами все таки машину починим заправлять не будем но починить обязательно починим ну что друзья чудеса монтажа решили все проблемы вот теперь мы сохранились машину починили помыли она вся сияет блестит он окошки как блестят тонировка зеркальная все как положено мы с вами поперли кстати как раз таки в сторону той самой заправки куда мы этого кренделя дорога в Риджин крохотный город существующий лишь торговлей благодаря заезжим ну короче понятно благодаря торговцам которые заезжают эй алё ты давай газу 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 тормозит он нифига ручник есть на клавиш ручника здесь стрельба из всех орудий вообще прям как на корабле пиратском огонь из всех орудий а вот блин тормозить далеко не на пробел очень быстрая машина смерть бандита давай-давай-давай перезаряжайся вродицы короче кузов весь подбили давай ну давай кто-то чаще двигаться блин это слот для оружия для миноукладчика ядрит твою ухо блин ну ладно хорошая вещь можно потом кстати прикупить кабина у нас опять да ладно не ври короче это кто это враг друг-друг это свой 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 привет а до этого мы даже не достреливаем это охранник свой смотри достреливаем вообще ужасно хрен попадешь я уж губу раскатал что у нас с вами будет две пушки на этом корыте очень давно играл ни хрена не помню чё к чему чё почём для чего и как ещё пулемёт ещё пулемёт пулемётов этих три вагона наберём ещё и маленькую тележку к этим трем вагонам а сюда что а охот совершенно каждый уничтожный грузовик был оплачен 220 минут всего двух мы замочили жаль сколько нам теперь пулемётов войдёт два шесть пулемётов теперь можем вводить прекрасно вообще отлично какая-то база эй кто живой никого живого топлива украдём не украдём нельзя жаль я бы пару бочечек бы увёз заметьте какая машина экономная кстати почти не живёт нам бы до города добраться побыстрее как такой жик и там очутиться хотя скорее всего у вас так и будет может быть и нет а может быть и да что там за огонь такой кого-то расстреляли пока мы базу рассматривали ништяк сам как точно глянь груз валяется халява мешок картошки пулемёт да мы живём кстати этот кузов да хорош он тысячу свою окупит мы бляха столько дерьма на него благодаря ему навозим что быстро отобьём его эту тысячу сразу можно 6 мешков картошки по 230 рублёв представляете кстати у нас сейчас как раз и картошка и наверняка мы приедем в место где картошка не нужна а вот это обидно будет ну ладно не страшно ты свой свой а ты свой свой главный меня не врешься то мы все погибнем после конца света все погибнут ещё раз а потом очередной конец света настанет опять все погибнут ещё раз надо надо почаще сохраняться ибо игрушка всё-таки древняя ещё и грешит вылетами да хочу в этой игрухе кстати есть ещё часть вторая и какая-то аркада на аркаду я даже блин в сторону аркады я даже смотреть отказываюсь как-то не знаю не интересно может я ошибаюсь может я даже в глупости говорю что не очень и так далее может она даже очень но я в неё не играл и не хочу я ностальгирую по вот этой части и по следующей части а то я даже не видел не знаю просто ностальгия замучила очень захотелось покататься думал дальнобойщиков вторых погонять поиграть но чё-то как-то не знаю с ними с ними не такое в дальнобойщиков я столько не играл сколько в это видели да как надо как я их всех запинал просто тупо взял массой блин куча пулемётов я застрял и сам ломаешься сильно выживем нет хотелось бы выжить обидно только то что в принципе в данной ситуации мы не в выгодном положении нас машина просто упорота здесь еще ни одной заправки даже не было мы просто мы просто в какую-то жопу с вами сейчас приехали если честно нам бы как-нибудь доползти причем причем что самое забавное и причем забавно в плохую в плохую сторону забавно то что с врагов не сыпятся деньги только лут который ищи где выгоднее продать это усложняет игру конечно ура заправка ремонт гараж товарищ чиниться срочно желательно подешевше хотя мы тебе сейчас дерьма сольем три сотки все практически все деньги слили он не покупает ах ты скотина и вот мы уже сломали машину дай ядрит налево ну не успели починиться уже сломали машину а кто фары подключил свет экономить надо там еще какая-то машинка стоит и не одна ёпти-мопти да ну вас пукло мы лучше от них убежим ну их нахрен да кстати миноукладчик нам бы был кстати мы бы от них вот так вот уезжали и минировали дорогу уезжали и минировали дорогу наркомания на колесах блин обколются свои марихуаны а потом долбятся в жопу вообще ужас что творится даже после конца света такой хренью занимаются блин повезло что это не вылет но неприятно конечно неприятно из-за этой хрени фаллаут кстати вот как раз таки и вырубается постоянно мне ничего не сделаешь седьмой винде 11 лет пошло походу она уже просто слабоумием страдает занимается непотребствами всякими всякой хренью какой-то городишко такой интересный главное что мы на целой машине доехали и лута целый кузов привезли дешевого правда отстойного но целый кузов ну что о музон какой смотрите картоха у них дорогая ура 5 соток еж миноукладчик 7000 дороже машины да ладно ты шутишь 1800 1800 нормальный пулемет стоит 650 можем свой продать на спектр с увеличенным стволом дальность поражения 529 500 конечно по кт намного лучше урон то уже повыше у этого скорострельность 600 а у этого 400 а дальность примерно такая же вот надо какой брать или вот такой на нашу просто машину это не покатит не налезет отстой борг каскад на это вообще не предусмотрено ничего кабины здесь тоже такие так стопы машины какие здесь есть вот она машина мечты молоковоз это отличнейшая машина кстати вообще просто потрясно еще такой расцветки прикольно смотрится такой ржавенький короче будем молоковоз наверное копить 6 штукарей но это будет больно фермер хосе сразу видать не здешний мне нужен бендроссель а мне какое дело прости ты всем так хамиши или у меня просто внешность располагающая ты не смотри что я хлипкий драться мне приходилось и не раз не кипятись просто тут столько всякого сброду кто это кто твой друг бендроссель исследователь кто-то я гляжу ты странный какой-то с колдунами якшаться с колдунами да не прикидывайся все знаешь исследователи твои с нечистыми водятся им черти помогают потому что они селятся на отшибе значит знаешь где искать этих кто у нас в округе давно не видно было а вот ведьма одна живет в одной из дальних деревень может она подскажет ты уж не серчай на меня ладно не бойся не стану я на тебя чертей натравливать на этот раз хе-хе-хе блин прикол так а что бармен нам скажет приветствую тебя путник если для меня работа по дорогам стало опасно передвигаться а одному моему знакомому очень нужно попасть в яр защити его по дороге и получишь 370 прибыли я согласен заправка нам нужна давай-ка заправимся 40 почти полный ну что друзья а на этом мы сегодняшнюю серию закончим пожалуй благодарю вас за внимание если вам понравилась игра обязательно пишите в комментариях что вы об этом думаете будем ли мы проходить дальше что вы помните об этой игре если вы в нее играли как проходили чего проходили в общем пишите любое свое мнение мне очень будет интересно почитать ставьте лайки конечно же если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь на канал включайте все уведомления увидимся с вами в следующих сериях прохождения разнообразных игр и трансляция всем удачи и до встречи